Здравствуйте! В эфире телеканала Вектор, программа «Женские секреты» о том, что больше всего интересует нас с вами, девушек. О воспитании детей, здоровье, красоте и модных тенденциях. Первый выпуск в этом году. Хотелось бы начать с советов и рекомендаций по соблюдению режима дня для женщин, особенно следящих за своей фигурой. Ведь каждый из нас наверняка думает об отпуске. Если вы хотите быть в форме к пляжному сезону, то уже сейчас пора готовиться и брать себя в руки. Да, даже если вы думаете, ну что такое пару килограммов, да, я их с легкостью сброшу. Это не так. Важно быть в режиме постоянной работы над собой. Отдых возможен пару дней. Так как после затяжных гуляний длительностью более пяти дней наш организм полностью перестраивается. И вернуться в нужное русло будет уже непросто. Набранное может надолго остаться с вами. Поэтому начинайте работу над собой прямо сейчас. К счастью, существует множество способов привести себя в порядок. Достаточно лишь выбрать один, тот, который придется вам по душе. Диетологи всего мира сходятся во мнении, что голодание, особенно после длительного переедания, очень вредно для организма. А вот разгрузочные дни или так называемые однодневные монодиеты ими приветствуются. Они не только помогают скинуть лишнее, но и нормализуют пищеварение. Монодиет существует множество. Рисовая, гречневая, яблочная, кефирная, огуречная, капустная и другие. Выбирайте любой один низкокалорийный и нежирный продукт и ешьте только его на протяжении всего дня в любых количествах. Во-первых, необходимо наладить режим питания, то есть постараться питаться часто, дробно, небольшими порциями, 4-5 раз в день. Обязательно завтракать. Ужин должен быть не позднее, чем за 4 часа до сна. Обязательно соблюдать питьевой режим, то есть не забывать о том, что нашему организму ежедневно необходимо поступление чистой воды в объеме не менее 1,5-2 литров в сутки. Помимо чистой воды можно употреблять компоты, сухофруктов, травяные чаи. Также необходимо помнить о такой вещи, как разгрузочные дни. То есть в период празднования, злоупотребления продуктами, приносящими вред здоровью, после этих застолья необходимо и возможно проведение разгрузочных дней. Оптимальные разгрузочные дни – это овощные дни, желательно сырые и вареные овощи, фруктовые дни, молочнокислые дни, то есть творог нежирный, йогурты, кефир, ряженка и так далее. И не забывайте о физических нагрузках. Это поможет не только привести фигуру в порядок, но и наладит работу кишечника. Если нет возможности записаться в спортзал, возьмите за правило бегать по утрам или выполнять базовые упражнения дома. Сейчас мы покажем вам упражнение, которое считается наиболее эффективным для брюшного пресса, то есть, в общем, для талии. Это упражнение, направленное на укрепление косых мышц живота. Два. Выполняется оно лежа на спине, согнутыми в коленях ногами, руки за головой. Мы поднимаем правый локоть и левое колено и стараемся соединить. Делаем медленно. Поехали с выдохом. Правый локоть к левому колену. Возвращаем, опускаем. Медленно. Вот у вас нога, она как согнута, под каким углом, да? Так мы ее и поднимаем. Медленно локоть сюда. Это выдох. Возвращаем. Это вдох. Другая. Медленно. Выдох. И вдох. Не сгибая по колене, да? Вот она как есть, вот под таким углом и поднимается. И поехали. Делаем, делаем, делаем. Это упражнение направлено на укрепление мышц, прямых мышц живота. Поехали. Вверх. Раз. Вверх. Четко в потолок. Подбородок, груди не прижимаем. Это упражнение направлено на укрепление внутренних мышц бедра. Стопы на себя. И тянем ноги в стороны. И вместе соединяем. Поехали. В стороны. И соединяем. Вытягиваемся в одну прямую линию. Втянули живот, ягодицы сжимаем и поднимаем ноги вверх. Обе. Поехали. Раз. Обе вместе. Надеюсь, упражнения, которые мы вам сегодня продемонстрировали, помогут вам быстро вернуться в спортивную форму и поддерживать себя в тонусе постоянно. А если все-таки никак не получается перейти к активным действиям, тогда начинайте хотя бы с малого. Если голодные игры против холодильника или же завоевательный поход в спортзал пока слишком сложно для вас, примените нестандартные способы похудения, которые не потребуют больших затрат и больших жертв. После сытного обеда не ждите, пока все уляжется, отправляйтесь на прогулку. Спокойная 30-минутная ходьба – слишком малая нагрузка, чтобы вызвать дискомфорт в желудке, но достаточно для ускорения пищеварения. Далее ученые из Корнельского университета США прошлись по ресторанам и выяснили – те, кто сидит у окна, съедают и выпивают в разы меньше других. Самая распространенная ошибка – быстро орудовать вилкой, когда голоден. Сигнал о насыщении не успевает подняться до головы, и вы переедаете. В идеале посиделки за столом должны длиться не менее 15 минут. Чтобы прохладнее относиться к шоколаду, положите его в холодильник. Пережевывать затвердевшие дольки будете дольше, а значит, успеете насладиться вкусом и съедите меньше. Люди, которые сервируют блюда в красной тарелке, употребляют на 30% меньше, чем те, кто привык пользоваться белыми. То ли алый цвет ассоциируется с опасностью, то ли как-то невыгодно оттеняет цвет пищи и делает ее менее аппетитной. К сожалению, зима – это то время года, когда мы, женщины, должны бороться не только с лишним весом, но и с плохим настроением. Да, насчет настроения ты права. Почему-то именно зимой мы особенно подвержены депрессивному состоянию. Интересно, а как понять, что ты уже в таком состоянии? А для этого можно ответить на несколько вопросов. Вы чувствуете себя подавлено и пребываете в плохом настроении с утра. Вы быстро устаете и чувствуете, что у вас гораздо меньше энергии, чем в летнее время. Вам не хватает 8-9 часов для сна. Утром преследуют чувство разбитости. У вас повышается аппетит, появляется постоянная тяга к еде, особенно к мучному и сладкому. Вам трудно сконцентрироваться и быстро решить простую задачу. Ответили утвердительно? Это и есть признаки зимней депрессии. Причем, как говорят специалисты, людей, подверженных депрессивному состоянию, насчитывается уже более 70%. Получается, что и подростки, и пожилые люди также страдают депрессией? Специалисты говорят, как бы это было не печально, но да. Депрессия является ведущей причиной заболеваемости и нетрудоспособности среди подростков. По различным исследованиям, распространенность депрессии в юношеском возрасте достигает 40%. Заболеваемость депрессии также чрезвычайно высока среди лиц старше 65 лет. Некоторые источники указывают, что среди пожилых людей депрессией страдают 44%. А Всемирная организация здравоохранения вообще утверждает, что к 2020 году депрессия станет диагнозом номер один. Причем она станет более популярна, чем онкологические заболевания и сердечно-сосудистые. Да, цифры и прогнозы неутешительны. Надо срочно избавляться от этого состояния. Предлагаю послушать психолога, который даст несколько советов о том, как справиться с зимней депрессией. Я советую, прежде чем проснувшись, не сразу вставать, а немножко полежать с закрытыми глазами. То есть приучить организм тому, что он проснулся. Ну и, конечно, большую роль играет завтрак. То есть поглощение нами витаминов, которые мы используем в салатах. Большую роль играют каши, которые влияют на наше депрессивное состояние. Об этом тоже говорят не только психологи, но и физиологи, диетологи. Еще хотелось на что обратить внимание. Это на отдых. Мы не можем отдыхать, к сожалению. Придя с работы, какой у нас отдых? Мы перекусили, легли на диван и смотрим телевизор. Я советую в это время взять какую-нибудь книжку, почитать, отвлечься от суеты, заняться рукоделием, своим любимым делом, позаниматься со своим любимым чадом, с ребенком. Конечно, большую роль играют витамины. Ученые доказали, что красный перец и свекла позволяют выработать больше в организме серотонина, который нам, к сожалению, не хватает. Ну и гормон радости – это шоколад. Большую роль играет режим дня. Здоровый сон. Очень важно знать, что лучше ложиться спать в 10 часов. Если человек ложится спать после 12 часов, то организм у него уже попадает в период стресса. До 12 часов у человека восстанавливаются его биологические часы. Тин, а ты знаешь, что поза, в которой спит человек, может о нем многое рассказать? Что, например? Например, она может рассказать о характере человека, о стиле жизни, общении с окружающими и других психологических особенностях. Очень интересно. Интересно? Тогда смотрим наш следующий материал. Ученые определили 4 основные позы, в которых спит человек. Причем именно они характеризуют каждого из нас. Первая – поза эмбриона. Она говорит о том, что человек не хочет быть в большинстве случаев причастен к каким-либо событиям, которые крутятся вокруг него. Для таких людей не свойственно быть лидером или наставником. Им самим нужны путеводители и руководители. Они нуждаются со стороны в их помощи и защите. Положение человека на боку. Данная поза не такая зажатая, как поза зародыша, так как руки и ноги могут быть спокойно вытянуты вдоль всего тела, а могут быть и просто слегка поджаты. Люди, любящие спать в этой позе, имеют колоссальный аналитический ум. В жизни они очень спокойны и достаточно легко приспосабливаются к новым обстоятельствам. Легко могут переносить какие-то жизненные ситуации. Поза во сне на животе. Она говорит о том, что человек ведет самостоятельный образ жизни и сам руководит своими действиями, мыслями, словами и поступками. Сам за все отвечает и принимает очень важные решения. Человек уделяет пристальное внимание ко всем мелким деталям, а также очень упорный в достижении поставленных целей. На спине спят обычно те, кто сильно расслаблен. Поэтому можно судить, что психологически эти люди очень сильны и в жизни вполне уверены в себе. Они всегда открыты, готовы к новым контактам и знакомствам. Пожалуй, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. А если вы хотите поделиться своими полезными советами или же задать вопросы о красоте, моде, здоровье или воспитании вашего ребенка, присылайте их нам. Адрес нашей электронной почты – mailsobakovectordefistv.ru Оставляйте свои предложения на нашем сайте – www.vectordefistv.ru Спасибо, что были с нами и до встречи на телеканале «Вектор». Субтитры подогнал «Симон»!